Всем привет ребята, с вами снова Найт, сегодня у меня начинается новая рубрика, еще одна это путь к мечте, а мечта заключается в том, чтобы собрать две самые дорогие машины на CCD Planet. Да ребят, как вы уже поняли, я начинаю копить на Koenigsegg Agera R, вы спросите, зачем она тебе, у тебя же есть широн, ребят, мне она нужна, опять же, чтобы были две самые дорогие тачки, да и вообще, я посмотрел фильм Need for Speed, жажда скорости, и мне эта тачка очень понравилась. Поэтому я хочу себе и агерку. Спасибо игроку с ником Stavgod за то, что одолжил мне эту агерку на видосик. Сейчас мы поедем, ребят, вообще посмотрим, как она смотрится с крышей, потому что мне нравится больше с крышей вариант, нежели вот как она сейчас есть. Но опять же, у всех свои вкусы, поэтому как-то так. Так, где у нас тут ближайший тюнинг? Сейчас придется мимо ЕКХ ехать, давайте мы немножко объедем. Ну мне она, кстати, ребят, вот я покатался немножко, она мне в принципе нравится и по управлению довольно-таки неплохо. Она получше, чем широн, управляется в городе, да и на драге она лучше. Ну то есть, она дешевле, сколько она стоит, 120, широн 170, на 50 миллионов она дешевле, но управляемость получше будет. Максимал, конечно, немного поменьше, но это все мелочи. Короче, ребят, запускаю вот такой проект, я надеюсь, что вы меня поддержите, и мы накопим на нее довольно-таки быстро. Потому что на широне я накопил примерно месяца за два. Хочу на Агеру где-то за полтора месяца постараться накопить, чтобы, значит, сейчас январь, конец, февраль и март. Хотя бы в середине марта, чтобы я купил себе Агеру. Посмотрим, будем работать, что как пойдет. Вот, ребят, вот так она смотрится с крышей, вот так без. Ну мне с крышей больше нравится, но опять же это на вкус и цвет, все фломастеры разные, как говорится. Диски тут стоят тоже, бебески. И номерная рамка тут стоит у него, интересно. Я так и не посмотрел. Учился ездить в GTA. Ну да, в принципе, нормально. Учился ездить в GTA, теперь ездит вот на Агере. В принципе, все нормально. Ребят, кто опять же меня поддерживает и кому понравилась эта идея, то опять же прошу поставить вас лайк. И поддержать меня в комментариях, потому что я сейчас работаю довольно-таки много. Кстати, я так же, чтобы у меня был начальный капитал какой-то и хоть немного денежек, так сказать, капало с процента, ребят. Я вот продал бентайгу. Вот, как вы видите, у меня нет бентайги. Я его продал. И теперь у меня 11 миллионов 100 тысяч уже на рублях и 250 тысяч уже евро. Да, ребят, я вложил сразу в евро все. У меня было 27 миллионов вроде бы. Сейчас у меня сколько? 17 с половиной и 11. 28. 28 лямов у меня сейчас плюс-минус. То есть, из 100, грубо говоря. Ну, то еще лямов 65 мне нужно плюс-минус. Ну, я надеюсь, опять же, что за полтора месяца я как-нибудь накоплю по полтора ляма в день. Посмотрим. А на этом, я думаю, в принципе, все. Такой был небольшой видосик. Кому еще раз понравилась эта идея, пишите, ребят, в комментариях. На этом я буду с вами прощаться. Всем огромное спасибо за просмотр. Всем удачи и всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok